Добрый вечер с новостями. К этому часу Алия Битова. Коротко о главных событиях дня. В изларде девятиклассника подозревают в изнасиловании шестилетней девочки. Подробности в выпуске. Более 500 голов скота похитили в Шемкенте. Пастух найден мертвым, что говорят в полиции. Выманили квартиру и 25 миллионов тенге у пенсионерки из Алматы. По какой схеме действовали мошенники? Действительно ли контрафакт с мусорного полигона в Алматинской области перепродают в сельских магазинах, что говорят местные? Жители Атырау покидают свои дома. Больше двух недель город утопает в талых водах. Начинаем выпуск с шокирующей новости. В Казларде задержали 16-летнего подростка, которого заподозрили в изнасиловании шестилетней девочки. Об этом сообщили в городском управлении полиции. По неофициальной информации, над ребенком надругался девятиклассник, а жертвой стала ученица одной из городских школ. По факту в полиции завели уголовное дело. Подозреваемого водворили в ВВС. 10 февраля 2024 года по данному факту в УВД города Казларды возбуждено уголовное дело и ведется расследование. Подозреваемый взят под стражу. Расследование уголовного дела находится под строгим контролем руководителя ведомства. Иная информация разглашению не подлежит. А в Алматинской области спасли двух малолетних детей, которых избивали и пытали в частном доме. Вопиющий инцидент произошел в селе Узнага Жамбулского района. Сообщается, что к местным жителям вломился мужчина, который напал на мальчика и девочку, угрожая им расправой. Изверг пугал их ножом, а одному из детей предположительно повредил глаз. На крик о помощи среагировали соседи, которые и обнаружили их связанными. Спецоперацию по поимке изверга провели в соседнем Карасайском районе. Подозреваемый, напавший на малолетних детей в Жамбулском районе, взят под стражу. В настоящее время он во дворе в изоляторе временного содержания районной полиции. С его участием проводятся следственные действия. Отметим, что спецоперация по задержанию прошла в Карасайском районе Алматинской области. Под расследование находится на моем личном контроле. Иная информация в силу положения статьи 201 Уголовно-процессионного кодекса разглашению не подлежит. В селе Шалак-Курган Туркестанской области разгорелся нешуточный скандал с пропажей более 500 голов скота. В краже домашних животных местные жители винят правоохранителей. Сегодня они пришли в отделение полиции с требованием расследовать резонансное дело и наказать виновных. Как выяснилось, по факту возбуждено уголовное дело в отношении пастуха, которому люди и доверили скот, но его нашли мертвым. В криминальной сельской драме постарался разобраться Рустам Аралбаев. Эта скандальная история с пропажей скота началась после смерти пастуха Галмжана Узбекова. Его тело нашли в сарае неподалеку от села. А вот куда делся скот, который местные жители ему доверили, неизвестно. Домашних животных люди ищут вот уже третий месяц. Они не исключают, что коров и баранов похитили. Они не дают нам полного ответа. Ваш пастух умер. Говорят, как мы допросим умершего? Вообще в сарае были животные. Скот между собой поделили Жунискан и Кадырбай. Олимбеков Жунискан, который раньше был начальником этого РОВД, он сейчас в отставке. Когда мы пришли к нему домой, было темно. Он говорит, приходите завтра утром. Когда мы пришли с утра, он на всех животных надел синей бирки. А мы не знаем, откуда синей бирки. По словам жителей, всего Чабану 32 семьи передали 555 животных. Ранее они обратились в прокуратуру и полицию с заявлением. Люди говорят, что знают, кто замешан в краже. По их словам, они нашли своих животных, но вернуть их не могут. Брат пастуха сказал, что после похорон разделят скот. Его, по сути, разделили на три части. Там я узнал своих трёх коров. Многие узнали свой скот, но нам не отдали животных. Мы вызвали дежурного РОВД. Пришло 5-6 полицейских, и они не смогли забрать их. А в департаменте полиции Туркестанской области заявляют, что возбудили дело в отношении покончившего жизнь самоубийством пастуха. По заявлению жителей Сузакского района продолжается досудебное расследование по факту присвоения чабаном имущества, который по взаимному согласию занимался выпасом скота. В настоящий момент следственная группа проводит все необходимые мероприятия. По их результатам будет принято законное процессуальное решение. Как теперь вернуть свой скот, который был и остаётся единственным источником дохода, жители села Шулакурган не знают. Люди планируют написать заявление в Генпрокуратуру, чтобы виновные получили наказание. Рустам Раубаев, Назеркил Кубасов, Эльдар Джун Исканов, телеканал Алматы, Туркестанская область. Вывез из Казахстана четверть центнера золота. Подозреваемого в крупной контрабанде драгоценного металла экстрадировали из Азербайджана. Как сообщили в Генпрокуратуре, гражданин Турции с июля по август 2020 года в составе организованной группы предположительно нанёс государству ущерб на сумму более 633 миллионов тенге. Сразу после этого члены ОПГ скрылись от следствия за рубежом. Их объявили в международный розыск. Сейчас задержанного водворили в следственный изолятор Астаны. В Алматы мошенники обманули пенсионерку на 25 миллионов тенге. Доверчивая 71-летняя женщина лично перевела деньги злоумышленникам, которые представились сотрудниками силового ведомства. Под предлогом продажи квартиры они попросили оформить фиктивный договор купли-продажи, а получив деньги пропали. По факту в полиции возбудили уголовное дело. А вот есть ли шанс вернуть средства, выясняла Аида Иманали. 71-летняя пенсионерка на условиях анонимности рассказывает, что всё началось с телефонного разговора. Ей позвонил неизвестный номер. Человек представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что двухкомнатную квартиру женщины пытаются продать. Ей предложили решить проблему путём оформления недвижимости, составив фиктивный договор купли-продажи. Сказали, что они представители КНБ, что сейчас по линии КНБ и правоохранительные органы ведут работу с чёрными риэлторами. И в том числе они вышли на то, что моя квартира тоже под это попала. Ночью, ну, видимо, для того, чтобы подогнать меня, что ли, чтобы я уже не сомневалась, приходили два раза. Два или три раза, я не помню. Какие-то мужчины ночью звонили мне в дверь, чтобы я открыла дверь. Ну, естественно, ночью я никому ничего не открывала. Пенсионерки пообещали, что в последующем этот договор будет аннулирован и жильё останется при ней. Вот только, чтобы это точно произошло, вырученные средства нужно перевести на специальный счёт. А это порядка 25 миллионов тинги. Ни о чём не подозревая, Алматинка выполнила все условия. Какой-то гипноз. Вот уже потом, когда до меня дошло, глаза открылись. Ну, и в общем, в итоге я потеряла и квартиру, и деньги. Они сказали, что это, ну, как бы секретная операция, чтобы я никому нечу, потому что это по линии КНБ. Данная пенсионерка обратилась к нам в январе месяце. Оказали ей правовую конституционную помощь в составлении заявления, подаче заявления, какие необходимые документы собрать. Тем временем в полиции по данному факту возбудили дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В отделе полиции при управлении полиции Турксибского района проводится досудебный расследование по признакам преступления, предусмотренной статьей 190, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстана. Это мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В настоящее время к проведению следственных мероприятий подключены оперативный блок с целью установления личности подозреваемых и их привлечения к ответственности. По данным департамента полиции, с начала года зафиксировано 15 аналогичных случаев. Зачастую мишенью злоумышленников становятся пенсионеры. Чтобы не попасться в их ловушку, не стоит пересылать деньги на неизвестные вам счета. Ну а если же вам позвонили сотрудники полиции или вторичных банков и просят продиктовать код, то просто положите трубку. Миллиард тенге похитили во время модернизации ГРЭС-2 в Экибастузе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Павлодарской области. По данным надзорного ведомства, средства предназначались для расширения и реконструкции тепловой электростанции с установкой третьего энергоблока. По факту возбуждено оголовное дело по статье «Хищение имущества в особо крупном размере». Окончательную сумму, круг лиц, причастных к хищению и все обстоятельства еще предстоит выяснить, отметили в прокуратуре. В октябре строителям задолжали зарплату за возведение жилого комплекса. Заработанные деньги более двух десятков человек не могут получить с декабря прошлого года. По словам рабочих, это бригадиры, каменщики и штукатуры. Подрядчик обязан выплатить им в общей сложности почти 10 миллионов тенге. Ранее люди обратились за помощью в инспекцию труда. Подробнее в материале Лейлы Ауэсвэй. Просить свои кровные октябрьские строители вынуждены вот уже несколько месяцев. Объекты это ЖК в микрорайоне Алтын-Урда, говорят рабочие. Сдали еще перед Новым годом. Несмотря на то, что объем работ был колоссальный, платить за их труд подрядчик почему-то не торопится. Работаем по договору. Сейчас не сезон. Заказов нет. Пусть заплатят за наш труд. Мы уже устали ждать. У нас семьи, дети, кредиты. Многие на квартире живут. Цены растут, продукты в долг берем. Два месяца без зарплаты сидим. Ну да, все, надеемся, ждем же. Тем более сейчас работы нет, материала у них нет. Мы дома сидим, ждем. Зарплату ждем. А что вам говорят, почему денег нет? Ой, не знаю, они не хотят. Вчера мы этого видели, директора. Он даже, можно сказать, с нами не захотел разговаривать. Каждый день рабочие штурмуют офис компании-застройщика. Но и в этот раз поход к подрядчику не завершился успехом. По словам директора фирмы, финансирования нет из-за проблем с реализацией квартир в новостройках. Сейчас они не могут продать около 4 тысяч квадратных метров жилья на миллиард тенге. На 1 декабря им должен был 24 миллиона. В декабре, январь я им оплатил 15 миллионов. Остался 9 миллионов сейчас на сегодняшний день. Я им обещал на прошлой неделе оплатить, но я же тоже надеялся на продажу квартир. Понимаете, у меня в основном квартиры около 100 квадратов. Они сейчас не проходят по 5 тысячам программ. Слишком дорого. Как отметили в инспекции труда, строительные организации стали все чаще фигурировать в историях с невыплаченными зарплатами. А так как работники заключают с фирмой договор на оказание услуг, решать подобные конфликты возможно только в гражданском порядке. Когда мы начинаем рассматривать это обращение, выясняется, что между ними не заключен трудовый договор, а заключен договор оказания услуг, где они одна из сторон заказчик, кто-то другая сторона исполнитель. Мы не можем вмешиваться. Это только в гражданском порядке или в досудебном порядке решается этот вопрос. Между тем, в прошлом году госинспекторы помогли решить актюбинцам вопрос невыплаты зарплат на сумму больше 80 миллионов тенге. Подрядные компании тем временем пообещали перечислить деньги работникам до конца месяца. Лайла Уэсова, Жумар Кадайбергенов, телеканал Алматы, Актубе. Вы смотрите новости и вот что вас ждет во второй части выпуска. Действительно ли контрафакт с мусорного полигона в Алматинской области перепродают в сельских магазинах, что говорят местные? Жители Атырау покидают свои дома. Больше двух недель город утопает в талых водах. Вы смотрите новости. Продолжаем выпуск. Арктический холод добрался до Казахстана. В ближайшие три дня большую часть республики накроет бесснежный антициклон. Обильные снегопады ожидаются лишь на юго-востоке страны. Температурный фон в северных и восточных регионах ночью достигнет 38, а днем 28 мороза. На юго-востоке страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 25, а в горах до минус 35. Из-за снежных переметов и нулевой видимости на республиканской трассе области Абай стоит колонна из более чем 100 автомобилей. Аварийно-спасательные работы осуществляют сотрудники ДЧС и Казавтодор. Дополнительно к месту проведения спасательных работ направлено 61 человек и 23 единицы техники. В ближайших населенных пунктах подготовлены пункты временного размещения населения. Сложность проведения аварийно-спасательных работ заключается в низкой температуре воздуха, сильном ветре, метеле и нулевой видимости на автодороге. Одними из первых приход арктического антициклона ощутили алматинцы. Сегодня утром на город обрушился обильный снегопад, а температура воздуха резко опустилась до минус 10. По прогнозам синоптиков ночью похолодает до минус 20 градусов. Сейчас все коммунальные службы города работают в усиленном режиме. На уборку улиц вышли больше тысячи рабочих и задействовало около 500 единиц спецтехники. О первых последствиях непогоды репортаж Айдана Нураж. Не успели алматинцы обрадоваться вчерашней весенней погоде, как этим утром на город буквально обрушился обильный снегопад. Коммунальные службы к такому сценарию были готовы. Первым делом рабочие принялись за чистку центральных улиц и проспектов мегаполиса. О приближающейся непогоде коммунальщиков предупредили задолго до выпадения осадков. В борьбе со снегопадом сегодня в городе задействовали 480 единиц спецтехники. С утра на смену им вышли людские ресурсы. Больше тысячи рабочих. Они убирают не только снег, но и ведут борьбу с гололедицей. Маршрут у нас занимает где-то по времени 6-7 часов. Если есть помехи, водители бывают, нам мешают очень много. Пробки создают. Сперва улицы просыпаем солью. Там определенный грамм есть на улице, сколько грамм сихо. После этого, как она растопится, мы идем на подметание. Очищать улицы от снега обещают круглосуточно до приведения всех дорог в безопасное состояние. Из-за массового вывоза снега сегодня ночью специалисты просят не парковать автотранспорт на обочинах дорог. В ночной период будет организован массовый вывоз снега. Будет задействовано около 40 погрузчиков, около 100 единиц амсвалов. С начала снегопада 174 пескоразбрасывателя уже посыпано по состоянию на 16 часов 2173 тонны. Организованы колонны по сгребанию снега. Последний рабочий день для горожан выдался нелегким. В городе возникли пробки до 9 баллов. Задержаны десятки авиарейсов, а автобусные маршруты отклонились от графика. Как сообщили синоптики, сильные снегопады ожидаются лишь на юго-востоке страны. Столбик термометра опустится до минус 20 градусов. Айдана Нураш, Ернат Болотбек, телеканал Алматы. Между тем, из-за обилия осадков в Атырау частные дома буквально уходят под воду. В городе за последние две недели выпала месячная норма осадков. Коммунальщики не успевают устранять последствия подтопления. В некоторых микрорайонах горожане вынуждены оставлять свои жилища и перебираться во временные пункты сбора. Диас Мохамбетов следит за ситуацией в регионе. Такие видеоролики с городских улиц, утопающих в воде, буквально заполонили соцсети. Люди возмущены бездействием местной администрации. Город последние недели сравнивают с далекой Венецией. Не то, что автомобилям, пешеходам тяжело передвигаться. А жителям домов, расположенных в пятом микрорайоне, и вовсе приходится попадать в собственные квартиры через окна. Наши дома находятся ниже. Компенсации ждать не приходится. Но здесь невозможно жить. Не можем сходить в туалет, поскольку заполнится канализация. Домой буквально запрыгиваем. Это опасно для здоровья. С больной-то ногой. В воде ЧС местного масштаба нет оснований, говорят чиновники. Более того, власти заверяют, что повода для беспокойств нет. На борьбу с непогодой мобилизовано более 100 единиц техники. За последние 2-3 дня выпало много осадков в виде дождя и снега. Из-за большого количества подземных вод, её часть поднимается на поверхность. Я осмотрел дворы микрорайонов. И поскольку там снег, жителями со дворов не убирался, образовались подтопления. Мы не остаёмся в стороне от беды, а всячески помогаем людям. Усугубляет ситуацию и удручающее состояние канализационных систем. За две недели городские коммунальные службы откачали более 60 тысяч кубометров воды. На усиленную борьбу с подтоплениями выделили дополнительные средства и технику. Контрафактную продукцию с мусорного полигона могут перепродавать в магазинах Алматинской области. Такое опасение высказывают жители села Щелек, которые вынуждены жить по соседству с огромной свалкой, куда выбрасывают коробки со спиртным. Люди сетуют, что ранее власти обещали закрыть объект, но его территория с каждым днём только расширяется. Но беспокоят людей не только горы бытового мусора, но и медицинские отходы, которые могут быть опасны. Масштаб неприятной проблемы оценил Диас Махамбетов. Это мусорный полигон, который расположен близ села Щелек. Живописное место превратилось для сельчан в борьбу за окружающую среду. Акимат нам говорил, что полигон закрыли. Здесь находились биологические и медотходы. Тогда мы обрадовались. Вчера в нашем чате вновь появилось видео с кучей мусора. Возникает вопрос, кто дал разрешение на отгрузку этих отходов, если Акимат запретил. Если даже так, то всё должно было быть уничтожено. Но это не так. Убедитесь сами. Территория мусорного полигона действительно большая. По всей видимости, мусор сюда привозят все, кому не лень. По словам возмущенных сельчан, завозимый сюда контрафактный товар, помимо того, что утилизируется неполностью, так и вывозится на местные торговые прилавки для продажи по заниженной стоимости. Местные жители заявляют, что продукция может стать причиной серьёзной болезни и даже смерти человека. Недавний случай лишний раз подтверждает опасения сельчан. На днях в селе погиб человек. Мы предполагаем, что это могло произойти из-за спиртного, которое могли выпить люди. Мы, жители Щелека, не исключаем такой вероятности. Дальше больше мусора, который, говорят жители, отгружается сюда с завода. Другая причина недовольства – это упаковки лекарственных препаратов и медотходы, которых здесь немало. Их, по словам сельчан, завозят сюда частенько сами предприниматели. У нас здесь производственная база. Мы здесь просто охраняем технику. Вот у меня техника стоит, где ремонт делаем, где... Поэтому у меня здесь три охранника находятся, потому что они охраняют технику. Больше года назад мы переостановили здесь деятельность. Представитель компании заявила, что всё происходящее за их территорией не имеет к ним отношения. В местной администрации сообщили, что по факту ведётся разработка документов на вывоз и утилизацию отходов. Мы понимаем чаяния сельчан об уничтожении мусорного полигона, чья площадь составляет 4 гектара. Готовится проект по вывозу мусора на ближайший карьер для рекультивации. Эта работа будет выполнена до конца первого полугодия. Всего же на территории области в прошлом году выявили 375 стихийных свалок. 370 из них уничтожены. Оштрафованная 70 человек на сумму 16 миллионов тенге. Диас Мохамбетов, Елкунжан Ашимжанов, телеканал Алматы, Алматинская область. Новый водный кодекс позволит экономить воду в Казахстане. Над важным документом работают можелесмены. По их данным, сейчас в нашей стране повторно используется лишь 30% сточных вод. Прогнозируется, что к 2050 году дефицит живительной влаги возрастёт в три раза. Что ещё изменится с принятием нового кодекса, узнавала Мира Альжанова. Вопрос дефицита воды в последнее время стал актуальным в нашей стране. Недавно на расширенном заседании правительства Касымжимар Тукаев напомнил, что только в прошлом году аграрии Жамбылской области остались без живительной влаги. В этом же году лето обещает быть жарким. И в зоне риска поливные земли южных регионов. Глава государства поручил изучить опыт соседних стран. Депутаты считают, что начать экономить воду казахстанцы должны уже сейчас. В Китае, в Сингапуре используется 80% сточных вод. А в Израиле 100% сточных вод. У нас только 30%. Так вот, интересно, что, например, в Калифорнии принят даже закон о непитьевой воде. Мы едва принимаем закон о воде в целом. То есть во всём мире отношение к воде, вторичное использование которой необходимо, очень высоко. По словам мажоресменов, в стране необходимо внедрить современные очистительные сооружения, чтобы люди могли повторно использовать воду. Рационально её применять следует и в производстве, и в сельском хозяйстве. Депутаты сейчас активно работают над водным кодексом, который как раз-таки позволит экономить воду. Между тем, в профильном ведомстве отметили, что в ближайшие 6 лет в Казахстане появится 20 новых водохранилищ. Ещё 15 действующих резервуаров планируют реконструировать. В целом это позволит к снижению непродуктивных потерь при транспортировке воды в сельском хозяйстве. Внедрение водосберегающих технологий, экономия поливной воды на 20-30% позволит ввести дополнительные площади полива и увеличить продуктивность использования водных ресурсов 2-2,5 раза. Чтобы обеспечить поливной водой аграриев южных регионов, Казахстан сотрудничает с несколькими странами. Ежегодно утверждаются графики подачи воды с Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Таджикистаном. При этом нехватки живительной влаги в этом году не будет, пообещали в профильном ведомстве. Лишившаяся одной ноги 32-летняя жительница Петропавловска просит о помощи. Ампутацию Александрия Гельмогалеевой провели после того, как начался сепсис, заражение крови. Женщина могла умереть, но врачи сумели спасти ей жизнь. Сейчас она чувствует себя хорошо, однако нуждается в дорогостоящем протезе. Как и чем можно помочь, расскажет Нургулялина. Высокая температура и острая боль в ноге. С такими симптомами Александр Гельмогалеева попал на операционный стол. Сепсис, по словам врачей, распространился в конечности за несколько часов. И после долгой борьбы хирургам пришлось решиться на ампутацию. Решение действительно было сложное, очень сложное. Решение для меня сложное было, для родственников сложное было. Состояние пациентки удалось кое-как стабилизировать к концу недели. Но местно, по тканям, местно, локально она не шла. И возник вопрос тогда. То есть, учитывая то, что неделю мы лечим, 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 толку нет. Некротические ткани изменены. Мы постоянные этапные некротомии убираем, убираем, убираем. И уже возник вопрос. То есть, вопрос возник о том, чтобы спасать жизнь. Даже сейчас назвать точную причину сепсиса врачи не могут. Говорят, спровоцировать заражение могла даже бытовая царапина. А самое страшное свойство флегмоны в ноге, этот диагноз в конечном итоге поставили Александре, стремительное распространение по всему телу. Я проснулась. Мне никто не сказал, что мне ампутировали ногу. Ко мне подошли врачи и спросили, ты знаешь, какое число? И потом попросила врачей поправить мне ногу. То есть, я была уверена, что нога есть. У меня было обезболивание. Большие препараты были. Я говорю, поправьте мне ногу. Что-то нога зацепилась. И врач на меня посмотрел. И привел еще бригаду врачей, конечно. Мне сообщили, что пришла ампутация. После операции девушке пришлось буквально заново учиться дышать, ходить и держать равновесие. Сейчас ей установили вторую бессрочную группу инвалидности. В процентном соотношении доктора не говорили, то есть ни 30, ни 50, ни 40%. Просто говорили, шансов нет. То есть, произошло чудо. Конечно, младший сынок меня сначала не узнал. Я была в больнице два месяца. Первое, что мы хотели выяснить, почему это произошло, как это, чтобы это больше никогда не повторилось, кого-то наказать, какой-то справедливости. Нам объяснили, что это не выяснить. Единственное, чего желает Александра, это вернуться к прежней жизни и самостоятельно воспитывать детей. Для этого ей необходимо приобрести специальный протез. Его стоимость 32,5 миллиона тенге. Девушка верит, что реализовать мечту ей помогут неравнодушные соотечественники. Нургуль Алина, Сарьер Булан, телеканал Алматы, Североказахстанская область. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Всего доброго и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова